Для определения амплитуды аккомодации нам необходимо, чтобы у нас было очковое право и были поставлены стекла, подобранные на максимальную коррекцию для дали. Проверяется монокулярно, пациенту предлагается карта с аптотипами для близи при умеренном освещении, направленном на карту, на дистанции 40 см от глаз. И мы постепенно добавляем с шагом в полдиоптрии минусовые линзы, предлагая пациенту читать шрифт номер 5, острота зрения 0,6. И мы его читаем до, переставляя отрицательные линзы с шагом 0,5, до устойчивого затуманивания. Читается. читается 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 уже сложнее немножко да довольно размыто размыто но но читается не не восстанавливается значит мы возвращаемся читать так читается значит у нас получается с стеклышком минус три с половиной учитывая нашу дистанцию 40 сантиметров объем аккомодации у нашего пациента в пределах 6 диод и правым глазом теперь левым глазом точно так же мы читаем читаем и постепенно добавляем по шагов по диоптрии читается читается хорошо читается хорошо читается хорошо читается она же ваш размыто уже да вот так так добрый читается хорошо здесь у нас стеклышко минус 3 значит объем аккомодации или амплитуда аккомодации левым глазом получается у нас пять с половиной диаптрии то есть в принципе это вписывается возрастные нормы нашего пациента следующим этапом у нас есть определение положительной относительной аккомодации положительная относительная аккомодация определяется когда пациент сидит в удобном ему положении с подобранной коррекции полное для дали текст который он читает должен находиться ну вот на уровне его глаз и текст мы должны здесь читать вот в принципе на две строчки меньше чем мы определили максимальную остроту зрения худшим глазом вдаль то есть получается нам текст нужен теперь острота зрения 08 находим да и мы определяем резерв положительные относительной аккомодации добавляя отрицательные стекла и мы постепенно начинаем добавлять с стекол силой минус 05 до устойчивого затуманивания как сейчас теперь вот так видно хорошо так но мы видим что здесь у нас с силой стекла у нас две с половиной диоптрии пациент еще способен читать этот текст в принципе это уже положительный результат потому что здесь получается норма у нас вписывается в пределах 2 225 плюс минус 05 до 3 то есть получается что в принципе положительный относительный и положительный относительная аккомодация у нас в принципе в норме теперь мы должны будем определить отрицательную относительную аккомодацию и отрицательная относительная аккомодация производится таким же образом только отрицательную мы производим с положительными стеклами и вычисляем вот так вот так получается да а 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 по а но но Хорошо. И еще мы смотрим. Так. Добавим еще. Вашка читает. Так уже Вашку. Значит, у нас получается свободно с плюс 2. То есть норма получается плюс 2,25, плюс-минус 0,25. В принципе, нас устраивает такой результат. Это, в общем-то, нормальный, нормальный отрицательный резерв. Так. Значит, теперь что у нас дальше? Дальше. Дальше. Ну, если бы у нас положительная, относительная аккомодация была ниже 1,25, то тогда бы мы говорили о недостаточности аккомодации. Но у нашего пациента все в порядке. Так что здесь у нас все вписывается в пределы нормы. Следующее исследование аккомодации – это исследование гибкости или устойчивости аккомодации. Для этого нам нужен флиппер, на котором у нас выставлена межзрачковая дистанция пациента. Это 60 мм. И у нас здесь стеклышки плюс 1,5 и минус 1,5. Значит, для того, чтобы мы посмотрели гибкость аккомодации, нам необходимо в данной ситуации без коррекции, потому что у нас пациент эмитроп, и мы даем возможность ему читать шрифт, который отвечает остроте зрения 0,8, поскольку мы имеем остроту зрения вдаль единицу. И в течение минуты нам нужно будет приставлять к глазам пациента, предлагая ему читать текст 0,8 и добиваться того, чтобы пациент преодолевал затуманивание и отвечал нам, когда появляется четкость. И мы меняем стеклышки, начиная с плюсовых стекол, чередуем с минусовыми стеклами. Каждый раз пациент должен восстановить четкость изображения картинки. Значит, мы это начинаем делать, но нам нужен таймер, и в течение минуты мы засекаем время. И начнем с плюсовых. Так, мы читаем для начала, да? Читаем. Читается? Читается. Хорошо. Теперь ты мне отвечаешь «да». «Да». Да. 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 Да, 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 да. Значит, у нашего пациента получилось 12 циклов, а в норме считается, что если бинокулярно мы проверяем, то у нас в норме должно получиться 9 циклов, если это монокулярно, то 12. Но у нас бинокулярно 12. Если бы в данной ситуации бинокулярно у нас было ниже нормы количества циклов, то нам необходимо было бы еще дополнительно сделать монокулярно эту же процедуру. Но в принципе у нас получается, что все вписалось в пределы нормы абсолютно, даже выше и лучше. Следующим этапом у нас есть определение оценки, вернее, аккомодационного ответа. Для оценки аккомодационного ответа нам необходимо иметь очковую оправу с полной коррекцией для дали, которую мы помещаем. И в руках, в принципе, нам нужно держать те стеклышки, которые нам нужны будут для проведения этой процедуры. То есть, в принципе, под рукой, поскольку нормами аккомодационного ответа являются от плюс 1 до минус 0,5, то есть, в принципе, соответствующие стекла мы должны держать в руках. Потому что процедура, мем-ретиноскопия, она проводится на расстоянии 40 см от глаз пациента при помощи ретиноскопа с определенной картой, которая крепится на головке ретиноскопа. И пациенту предлагается читать те слова, которые написаны в случае детей, которые не умеют читать, то есть, соответственно, картинки. И пациенту предлагается читать те слова, которые написаны на картинке и одновременно производить ретиноскопию для того, чтобы оценить, каков же аккомодационный ответ. То есть, здесь есть два возможных варианта. Значит, мы ретиноскопию проводим на дистанции 40 см от глаз и предлагаем пациенту читать те слова, которые написаны на карте. При этом мы производим ретиноскопию и смотрим на движение рефлекса и на его яркость, в какую сторону он двигается, и на его интенсивность. В данной ситуации рефлекс движется по движению света ретиноскопа, как на гиперметропию, поэтому я пытаюсь нейтрализовать свет плюсовым стеклом. То есть, я приставляю плюсовое стекло и делаю моментально ретиноскопию. И у меня со стеклышком плюс 0,75 я получаю нейтрализацию. Теперь мы приступаем к левому глазу. На правом глазу ретиноскопию мы проводим правым глазом, на левом – левом. Теперь я оцениваю движение рефлекса. Здесь также идет по гиперметропическому типу. Я приставляю стекло. Вопрос в том, что нужно делать очень быстро, в течение секунды. Я получаю нейтрализацию также со стеклом плюс 0,75. Это вписывается в пределы норм. Вот это те, скажем, тесты на определение состояния аккомодационного аппарата глаза, которое нам необходимо проводить при общепринятом оптометрическом исследовании. Потому что если мы оцениваем по данным тестам напряжение или ослабление аккомодации, это нам помогает в постановке диагноза и направляет нас в определенное русло, которое нам дает возможность проводить в дальнейшем те или иные тесты в дополнении. То есть если есть какие-то проблемы с аккомодационными нарушениями, это позволяет нам более, скажем, глубоко знать проблему состояния офтальмологического данного пациента. Проведя все эти тесты по определению состояния аккомодации, мы можем получить картину того, каково состояние гибкости аккомодации, каково состояние аккомодационного ответа. Он вписывается в пределы нормы, или же это задержка аккомодационного ответа, или наоборот это усиление аккомодационного ответа. Это все нам поможет теперь в постановке состояния аккомодационного нарушения, если таковое есть. В данном у нашего сегодняшнего пациента хорошо все вписывается в пределы нормы, и это достаточно хорошая информация для пациента, и никаких рекомендаций, кроме того, что соблюдать рациональный зрительный режим мы ему не даемся. Продолжение следует...